А еще эндермены притворялись зомбарями. Это что сейчас такое было? А что это было реально? Это 1, 2, 5 появилось. А, у них были звуки раньше зомбарей, точнее. Майя Неивна с вами, всем привет. И сегодня у нас реакция на очень необычное и интересное видео, но мне попалось в рекомендации. Называется 100 дней выживания Майнкрафти, но меняется версия. Канал Некич, канал не очень большой, и не очень много роликов, но не все заходят в него. Короче, очень необычный канал, попался в рекомендации, давайте смотреть. В этом видео я проживу 100 дней в Майнкрафте, но версия по ходу игры будет меняться. Я начну играть на 1.17, первой части пещерного обновления. Было много интересных, смешных и порой даже очень странных моментов. Про баги я вообще молчу. О, баги генерации, классика, переприходит с версии. Класс, как я проведу на каждой из них. Если ты вдруг еще не подписан, то сделай это прямо сейчас. Ведь у тебя всегда будет возможность передумать. Меня зовут Некич, погнали. Прикольно, прикольно. Майнкрафт, работа ночи. Ох, старое меню, как все непривычно. Ё-моё, да, старое менюшко, это еще земляной. О, вообще ностальгия. Да, первым делом я испытал буквально футерный шоу. Я в альфа не играл, а в байсе играл. Потому что текстуры и тени отличались от современного Майнкрафта настолько, что это просто. Да, очень сильно. Хардкора тогда еще не завезли, поэтому буду просто играть на сложной сложности. А еще инвентарный английский боку Ай открывался, офигеть. Но если я умру, игра окончится. Крафты в альфа-майнкрафте, это как отдельный вид искусства. Шокировало меня большее количество FPS. Ну и прочность гирок оставляет желать лучше. Нормально, 504 FPS, ребята. Ну, такие лодки были очень долго, и они еще ломались от любого чиха. Их чихнуло, оно сломалось. Потому что еда не стакалась. Но зато можно вообще не есть, если бы не было тяжелым. В пещерах на этой версии была просто ну... Не было сытости. Без факелов там делать нечего. Темнеет в альфа-майнкрафте буквально на глазах. Поэтому, как только появился первый источник света, мое очко перестало так интенсивно сжиматься. Каково было мое удивление, то, что ты не можешь сделать кровать. Мало того, что здесь темно, так ты еще и пропустить это мракобесие не можешь. А вот прикол с лестницами, что их можно стоять через одну и подниматься, мне очень даже понравилось. Хорошо, хоть и лес нашел, а то думал, так и помру в каменном веке. Добыв немного дерева, альфа-майнкрафт продолжил меня удивлять, потому что листва не опадало. Но, правда, мы урегулировали этот вопрос. Нормально. Красота леса сохранена. Знаете, там люди пеньки не хотят, чтобы оставались, а он не хочет, чтобы листва осталось. Э-э-э, дизайнер. У Ротстоуна, видимо, какие-то родственные связи с верстаком. Разнообразие биомов просто поражает воображение. Здесь даже травы нет. У меня тут можно Олимпиаду проводить, еще с бесконечным огнем. Дело было вечером, делать было нечем. О, алмазики. Поскольку разнообразие заключается, его тут нет. Поэтому мной было принято решение оставшиеся дни просто провести в пещерах и добывать необходимые ресурсы. Ну, как минимум алмазов побольше. Да, вот такой раньше был Майнкрафт. Ну, и следите за тем, чтобы не подорвали. Блин, на самом деле я в Альфу не играл, я просто про него шарю немножечко. Но вот в Бэтку уже играл. К пятому дню мне удалось сделать. Даже Бэтка должна быть. Даже Бэтка должна быть. Все, погнали на Бэтку. А вы, ребят, не забывайте, что авторы покушат. Все, вы просто подпишитесь на мой канал. Поставите лайк. А еще подписывайтесь на канал Некич, кстати, обязательно. Канал Некич, ссылка в описании. Подписывайтесь. Если еще напишите комментарий, что вам в этом ролике понравилось. Хотите ли вы дальше, чтобы я смотрел канал Некич. А также подписывайтесь на мой стримерский канал. Очень много прошу подписываться. Но это по вашему желанию, никого не заставляю. Но я вам буду очень благодарен за ваше здоровье. Сразу заметно, как изменилось главное меню. Так он уже успешен. Добавили достижения в игре. И все вокруг стало. Еда до вас. Я еще, ну я играл на Бэтке один, я не помню, не 8, один. Там, где еще только Редстоун, еще даже Редстоун не добавили. Это была Бэтка еще. Потом на Бэтке добавили Редстоун. И потом уже добавили Сытость. Выглядеть абсолютно иначе. Все текстуры, все тени, все поменялось. Ну и до сих пор не стакалось. Редстоун уже стакалось, уже не помню этого. Текстура сундуков мне понравилась больше всего. А их звуки... Унес все, что смог и отправился в путешествие. Наконец еда стакалась. В игре появились болота. А стакался, Кир. Правда, они крайне странно. Начали генерироваться новые структуры. Старые добрые деревни. Ох уж эти текстуры. Особенно этот гравий. Ахахаха. Кровь из глаза льется от счастья. На седьмой день я уже в форме зоны. Текстура кровообов мне чем-то напоминает мозги. Гуляя на восток я немного заблудился и попал на Кавказ. Да, горы, конечно, изумительные. Я не мог этого не сделать. Да и вообще могу сказать, что над генерацией мира кардинально поработали в этой версии. Ну да. Я обнаружил... Уже максимально похоже на то, что сейчас. То есть уже и травка, и... Ну, пещеры, конечно, поменяли, но все же. Заброшенную шахту. И самое главное, арбузики. Забор. Забор, ты что, рофлишь? Ты не блок. Понятно. Дерево тут все одинаковое пока. Разбить лагерь я решил на побережье тайги. Здесь у нас находится океан, горы. В той стороне находится болото. Да, раньше было только один вид древесины. В плане, точнее, дерево было много разного. Но у доски был лишь один тип. То же самое был один тип сундука. Я только недавно понял, что есть разные виды сундуков. Или это из-за того, что у меня мосты. Короче, не знаю. Ну, короче, двери были точно одного типа. Все, короче, было одного типа. В общем, все новые демоны. Трудности в строительстве возникли незамедлительно. Ну, а то, что ломали деревянные плиты киркой, это меня вообще возмутило. Некий что-то дурак, что ли. На что ты рассчитывал? Тут, блин, плиты деревянные киркой ломают. С горем пополам не удалось что-то построить и даже немного поработать над интерьером. Тут даже есть какое-то некое подобие блока на мече. Правда, он чуть не работает. Поработал с арбузами. Кстати, даже генеральная пещера. Генеральная пещера, говорю, поменялась. А еще эндермены притворялись зомбарями. Это что сейчас такое было? А что это было реально? А, у них были звуки раньше зомбарей, точнее. Саружский язык и странный тонкий шрифт. Да, был по-быстрому обсидиана, сделал портал и отправился в ад. А, у меня аж рябит в глазах от этого адского камня, его текстуры. Да, а с хиками лучше сделали, это да. Косые. Забейте свой металлолом. А вот то, что их ритм и не начинали фигачить по тебе за 3 километра, мне это очень даже нравилось в старом Майнкрафте. В целом, в аду было... Это давало хардкорности, на самом-то деле да. Было делать нечего, поэтому я просто понадобывал ифритовых стержней, немного света камня, адского нароста. И на ходу, получая люлей от гастов и ифритов, я отправился домой. Раньше для крафта к ней не нужна была кожа, класс. Ну это да. Ох ты мать. О, ты кожа пришла. Да, нет, заходи. Никогда бы не было думать, что мне когда-нибудь понадобятся часы в Майнкрафте, потому что дни я отчитываю вручную. И находясь в шахте, часы упрощают жизнь. В шахте мне, мягко говоря, не везло, потому что я умудрился сломать алмазную кирку, не добыв ни одного алмаза. Ну я и лох. Прибывая в хоре отчения, единственное, что мне оставалось, это бить крапиву палкой. Но ничего, подумал я, добуду алмазы с железными кирками. И тут понеслось. Ай-яй-яй. И когда в конечном итоге я все-таки их нашел в какой-то заброшенной шахте, я просто охренел. И благодаря этой шахте я нашел еще две жилы. Немного приукрасил дом, вступил в конфликт со слизнями. О, раньше слизни, они вроде вспомнились, их даже на болотах найти нельзя было, они вспомнились только в пещерах. Очень редко. И добыть поршни, именно липкие, это было, конечно, искусство. Но как бы можно делать, было свои формилки, вырывать там специальные. Ну, то есть, помню, были формилки или слизи. То есть, там специально делались такие большие кубы под землей, пустые. Ну, да, было свое время. Я не сделал фулл-алмазный сет брони и стол зачарования. Забавный факт. Я хотел добавить еловых ступенек себе на крышу, но, как оказалось, еловые доски появились, а вот ступеньки нет. Логика. Коротко о том, как выглядит изучение иностранных языков. Да, понемножечку добавлялось, понемножечку. Что это? По счастливой случайности мне удалось выбить пластинку, когда я этого вообще не ожидал. Случайно, реально, это прикольно. Самого моба, который есть в игре, на мой взгляд. Оставил два алмаза, чтобы починить свою основную кирку, потому что в следующей версии появится наковальня. На версии 1.5.2 произошла какая-то дичь с биомами. Еловые и дубовые леса превратились в какую-то саванну. И кому нужны эти были далекие земли? Вот же они, 2D Майнкрафта. Для будущего зачарования, ну и для того, чтобы починить мою уже при смерти находящуюся алмазную кирку, мне понадобится много опыта. Благо, для этого у меня уже есть спавнер-зомби. Поэтому, как говорится, я тряхнул стариной со всеми этими табличками, водными потоками и забахал старую добрую ферму опыта. Все зубы, где спавница их сносит водными потоками, они поднимаются на водяном лифте наверх, падают с нужной высоты, у них остается пол-хп. Тут мы их просто добиваем и набиваем себе опыт-попыт. Попыт. Чтобы попыт. В итоге уже появилась картоха и морква, поэтому мне посчастливилось их выбить. С кривой генерацией мы уже разобрались, но вот слаймы в горах это нечто. Реально, окей. Они сейчас вроде появляются только на болотах, вот под землей вроде они даже не появляются, или появляются. Кто шарит поправлю? Я не ожидал найти алмазы. Все те же упоротые лодки. Несмотря на то, что лишь на одно зачарование уходили все 30 уровней, я решил рискнуть, но не повезло. Ладно, скрафтил себе эндерс. Ну что, хотя бы эффективность и прочность. У меня, я помню, 30 зачарований, и мне, знаете, что выпало? Просто прочность. Было обидно. Сундук и побаловал себя золотой морквой. Еще, кстати, появились скелеты и сушители. Но добывать головы и сушители без добычи требований... О, тут еще был старый тип боевки, то есть тут можно было закликиванием убивать. Тут еще не было слэш урона, типа, когда ты бьешь сразу по толпу. Не целесообразно, поэтому я вам их показал. Все, достаточно. Насколько я помню, это место выглядело раньше и иначе. Оставшееся время я решил посвятить добыче опыту, чтобы в последующих версиях использовать его более рационально, когда появится апдейт с лазуритом. В версии 1.7.10 я наконец смог установить шейдеры. Бедная деревня, как же тебя развезло-то. Далекие земли и 2D Майнкрафт продолжаются. Завел себе пёселя, наркнулся на храм джунглей, и какао-бобы стали выглядеть, как какао-бобы. Генерация не переставала меня удивлять ни на секунду. А вообще здесь появился... На самом деле, очень прикольная и интересная идея. 11 наупиомов и лошади. А еще я понял, почему ослов назвали ослами. Как выяснилось чуть позднее, поводки здесь работают максимально хреново. Да, они рвались. Это я только сейчас понял, что поводки сейчас уже особо не рвутся. Раньше они рвались. В последние дни я решил посвятить добыче ресурсов. По ночам я фармил порох из криперов, для того, чтобы сделать фермерики, и эндерменов, ну а днем, чтобы не терять времени зря, я копался в пещерах. И, кстати, очень круто, что из руд, наконец, начал впадать опыт. А еще меня очень сильно бесили скелеты по ночам, потому что им прописали АИМ, походу. Так, слово деревянной полублоки до сих пор нельзя было добывать топором. Ну, глядь, уже какая красота, идиллия. Зомби не может выбраться. Пацан не понимает, что делать. Мне не придется играть по таймеру на телефоне. Теперь не нужно тратить все 30 уровней на одно лишь зачарование. И, кстати, там даже есть пометочки. Даже были добавлены новые блоки в аду, магма и кварц. Поэтому я начал добывать опыт из кварца, естественно. В одной из пещер в аду я наткнулся на огромную дрень, которая вела прям до бедрока. Я такого никогда не видел. Видимо, это какая-то фича или баг. Попрощавшись с пёселем... Да, я тоже такое не делал. Мне кажется, это баг генерации снова же. И эндер-портала. Ну, неужели появились нормальные лодки? Найдя, казалось бы, эндер-портал, я, конечно же, обрадовался. Но вот была проблема. Он не появился. Видимо, была проблема с генерацией. И я не пришлюсь отправиться совершенно... Обидно! Блин, представляете, как это реально очень обидно с этой генерацией. Ну, по всему миру Майнкрафта спавнится множество порталов. И мне нужно было уйти как можно дальше. А поскольку в аду путешествуешь ты 8 раз быстрее, чем в верхнем мире, то ответ на вопрос, как лучше всего это сделать, напрашивается сам собой. Немножко прогулявшись, мне всё-таки удалось найти этот эндер-портал. К сожалению, заспидрайни дракона, убив его кроватями, не получится на этой версии, потому что механика у него немного другая здесь. О, фантомные блоки. Здрасте. Коротко о том, почему он не сделал заспидрайнись. Потому что он сразу садится на эти пики точёные. Поэтому пришлось убивать его по старинке, как завещал покойный дед Максим. Проконсультировался с местными жителями. И отправился изучать боевое обновление во всей красе, покоряя эндер-мир. Вот если честно, мне показалось, что эти структуры тут спавнились чаще на этой версии. Не, ну эти дебилы не меняются. Блин, я в эндер-мире, буду честным, ни разу ещё не был. Вот именно вот тут и ни разу ещё не был. За всё время существования Майнкрафта. Я не знаю почему. Ну, когда я играл, его ещё просто не было. Просто убивал дракона, игра заканчивалась, и не было эндер-мира. Ну, вообще, игра продолжалась, мог играть, но эндер-мира этого не было. Шалкеров не было. Сейчас, когда играю, я... Ну, или играю с мадами, и как-то у меня особо смысла эндер-мира нет. Да, вот допустим. Или... Ну, короче, надо будет побывать там как-то живой, хоть бы разочек. С ними я вёл диалог на расстоянии, и почти все оставшиеся дни я путешествовал от одного города-края к другому, собирая лут. Про яйцо не забыл, всё своё нашу с собой. По возвращении домой было ощущение, будто я ещё и в шахте побывал, но нет, такого не было. Просто посмотрите, сколько у меня алмазных кирок, сколько у меня брони, элитр, в конце концов. Всё, что мне оставалось, это совместить лучшие чары и подготовить более-менее адекватный сет. После чего настало время подготовиться к переходу на новую версию и распрощаться с этим местом навеки. Minecraft 1.13, океаническое обновление. Привет, Россия. Действительно хотите загрузить. Да, я знаю, что я делаю. Сразу же меня засыпало различными достижениями и говорит, срубись мне дерево, при том, что я 50 дней уже тут отыграл. А ещё нормально толстый шрифт завезли. Ммм, скучал. Да, шрифт стал хорошим. Прощай, пёсель. Больше я сюда не вернусь, никогда. Больше всего я хотел найти коралловый риф в океане. Благо мне с ним повезло больше. Ё-моё, не раз, конечно, да. В начале игры. Эм, а ещё мне показалось, что у утопленников какая-то другая анимация была. А ещё я нашёл черепаху. Может из-за этого шейдеров? Милый создание утипу. Ты тоже зелёный, но не милый. Отыскал сокровища и поплавал с братухой. Эй, чувак! Чувак! В океаническое обновление я хотел построить плод посреди кораллового рифа, но на данный момент это выглядит как сплошная какашка. Там рафт буй сейчас. Ну, чувак, готов! Воу, красиво, конечно, очень красиво. То есть, потому что они мне напоминают буйки. Построил здесь небольшой навес, ну или шатёр. А внизу здесь самый настоящий подводный океанический отель. Здесь находится всё самое необходимое. Верстак, сундук, морские огурчики. Это, кстати, одна из причин, почему я решил оставить здесь воду. Вид здесь, конечно, шикарнейший просто. Это словно пятизвёздочный отель в бикини-ботом из мультика про Спанчбоба. Забахал себе пару стулочек с подводным дыханием. Ну, вода там, это больно. Я отправился в подводный монумент, дабы раздобыть несколько призмариновых блоков для морского проводника. Правда, я потом решил, что я не буду его делать, он будет в качестве декора, потому что я просто не успею выбить все раковины. Наткнулся на айсберге посреди океана и начал дрифтить на лодке. Руление там какое-то, педалирование. Педалирование. О, фонка, о! Грозевая пися, у-у-у, вот это мой экран, сразу видно. Как я и говорил ранее, мне нужно было соорудить декоративку. Настоящий Майнкрафтер. И, по-моему, это идеально. Функционал 0, оригинальность 100. Времени оставалось мало, я решил сделать лодочку. И последние деньки я решил провести за рыбалкой. Может, что годное попадется все-таки. Крюк в океане выловить? Как бы это странно не прозвучало, но он очень даже здесь классно вписался. 60-й день. И наступила пора перейти на новую версию. Майнкрафт 1.14, так называемые жители и разбойники. В первую очередь я обнаружил... О, добавлю только этих. Это леса. Очень мимимишное, но максимально тупое существо. Мимозыря. Нашел еще ягоды. Не знаю, Майнкрафте никогда не ем. Троллинг. Деревнюю жизнь, кстати, тоже особо не люблю. Нашел ближайшую деревню, которая познает... Ягоды в Майнкрафте меня бесят, потому что если ты стоишь... Если ты не под землей, и ты, например, начинаешь ее кушать, но при этом ты посмотришь на блок земли, ты его посадишь и не съешь. Это бесит. Может, через шифт можно есть? Гнев. Может быть, я не знаю. Сначала они мне показались довольно милыми. Признаю, признаю, пацаны. Ух ты, блин. Согласен. Чистый коноха до того, как стал известный. Шутки шутками, Некич. Ну вот, правда, там было очень опасно. Я мог даже сдохнуть, потому что обычные мобы помогали разбойникам. Где-то в сторонке плачет один спидранер, потому что мотыги нельзя было быстро собирать сено. Ну, и как истинный представитель закона, как настоящий бизнесмен, я продавал жителям то, что принадлежало им изначально. Деревню я покинул, потому что... Великолепно, почему бы нет. В ней было некогда, это займет слишком много времени. У меня были другие планы. Я посещал структуры. Некоторые были сюрпризом. А план-то, собственно, какой? А почему возле структуры сразу деревня жителей? Так такое возможно? Попасть в джунгли, потому что там появились попугаи, панды. Правда, джунгли я, как понимаете, искал очень долго. А, я прям через монитор чувствую, какая там жара и влажность. Велико было мое отчаяние, потому что я не нашел ни одной панды. Зато нашел кота на дереве. Битый кот, он не может убежать, потому что ему не... Я нашел попугая-патриота. Оказалось бы, почему тут Украина? Я посмотрел все, что хотел в этой версии, поэтому все, что мне оставалось, это, поскольку я являюсь кочевником, я хотел сделать какой-нибудь лагерь. Блин, классный чувак, балдежный. Мне очень, во-первых, круто повествует. Очень интересно наблюдать за ним. Рядом с джунглями. Я не смог найти панды, бамбуковой рощи. Не всегда все идет по плану. Все, как в самых настоящих тропиках. Идет тропический дождь. Здесь у нас небольшая палатка из грибов. Самодельное декоративное дерево. Выходит наружу. Все необходимое колхоз. Миниматично, но очень круто. Наибольший контраст и выразительность придает эта дорожка. Ее декорирование, особенно вот эти вот камушки. Ну что, на 70-й день, я думаю, настало пора переходить на новую версию. Майнкрафт 1.16. Отское обновление. Отправившись в ад, в первую очередь, я отключил шейдеры. С ними круто, но нифига не видно. В первую очередь, я отправился в Бастион. И ох, это было чуть ли не последнее мое решение в этом мире, потому что я чуть не сдох по своей же тупости. Это было бы обидно. Вы просто посмотрите, что происходит. Я начал копаться вниз. И все, я начал паниковать, у меня сработал тотем. И я вышел и пошел думать, что делать? В отличие от некоторых блогеров, Он, конечно, психанул. Я вспомнил об одной фишке. Тебе, когда ты заходишь в мир, дает пару секунд бессмертия. И тут понеслась. Первым делом мне нужно было взять тотем. После чего я пришел и взял золотое яблоко в руки. Со следующей попытки я уже съел это самое золотое яблоко. Господи. После чего мне нужно было как-то выбраться отсюда. И благо у меня были жемчуги Эндора. Правда, в первый раз у меня ничего не получилось, потому что я не ориентировался в пространстве. Они буквально меня зажали со всех сторон. Капец, кошмар. И я не ориентировался где я. И я знал, куда мне нужно выбросить Эндер Перл. И я вылетел, словно пули из револьвера. И вылетел на всех парах. Благо, таким способом я смог выжить. И ради этого я чуть не распрощался со своим миром. Выжил, пацанчик выжил. И это обновление радикально изменило ад. И он стал максимально агрессивным. Эти петлины должны были отплатить мне сполна. Поэтому я своровал все, что смог с их бастионой и начал торговать их же золотом. Это же чисто классика. Классика жизни. Потраговать с жителями их же продуктами. Потраговать с ними их же золотом. Древние обломки по границам чанков. Нужно было по-быстренькому сделать назаритовые инструменты и броню. Еще у меня оставалось немного динамида с пирамид. Поэтому я воспользовался им. Добывал кварц, чтобы чинить инструменты. Провести 15 дней в аду без снайд, конечно, тщетно. Но хоть так кроватями воспользуюсь. Посетить все биомы под землей, это, конечно, здорово. Макия нормальна? Нормальна. Купается. Ну, конечно, тоже сойдет. Фиолетовый гачибой к бою готов. Пожалуй, моя любимая ошибка. А раньше было переосмыслив свою жизнь. После чего я превратился в охотника за головами. И нужно было убить. И сушителя. Кстати, я тут чуть не упал. Это что за бана? Я не понял. Пацаны, вы, по-моему, измерения попутали. Были, конечно, и немножко опасные моменты. Прошло уже целая вещь. Жесть. Я смог выбить только один череп пока что. В конечном итоге мне хватило силы и терпения, чтобы выбить три головы и 111 визор скелетов. Ну что, чудо-юдо, давай по-быстрому. Ты что, настолько меня не уважаешь? Ты настолько равнодушен? Он ушел. В итоге я заставил меня уважать. Пошел капонатырить. Хе-хе, хорош. Если бы у меня не завалялось где-то стекло, я бы так и не смог скрасить маяк в аду. Я ни разу не строил дом в аду, поэтому это было последнее, что я хотел реализовать. Вот это ствол. Всем стволам ствол. Добав все необходимые ресурсы, я приступил к постройке дома. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы сейчас как раз играем на этой версии Майнкрафтов в Крейт, когда мы же мод Крейт играем. Ну что, друзья, могу? Да, я тоже играю в Майнкрафт. У меня тоже есть канал геймерский, как они говорят. Вообще стримерский больше. Ну там есть 150 всех стримов, поэтому. Переходите по ссылке в описании. Стримерский канал, ребята. Алло. Че не приходите? Приходите. Я могу вам сказать, что это успех однозначно. О, красиво очень. Дом получился просто шикарным, устрашающим. Именно таким, каким я его и запланировал. И самое главное, он идеально вписывается в окружающую среду. Помимо экстерьера, я занимался интерьером. То есть внутри здесь не пусто. Здесь можно полноценно жить, поживать. Правда, я бы никому не советовал здесь жить. Находится здесь только лишь все самое необходимое, что может, по идее, понадобиться игроку в аду. Также здесь есть подъем на второй этаже, где находится склад. Прикольно сделан подъем. Правда, здесь все заросшее. Представь, что здесь обитает Канти-Ведьма, которая хреновая домохозяйка. У нее уборка раз в пять лет. Пора переходить на новую версию. Она вообще не играет. Майнкрафт 1.17. Пещерное обновление. То, что я еще не играл. Просадку FPS я почувствовал незамедлительно. Сколько там FPS? 105? Убивал фантомов, дамо починить свои крылышки и продолжить путешествие. Коротко о том, как выглядят студенты, которые есть на учебу летом. Встретился с козлами в горах. Обсудили пару вопросов. Урегулировали какие-то законопроекты. Кстати, офигеть, они прыгают. Поменяли текстуру. И теперь даже железо можно копать на удачу. Это просто жесть. Потому что это прикольно. Добавили совершенно новую. Это меди. А-а-а, ксолотль. Обалдеть, какие они прикольные. Мимимишные, пластичные, элегантные. А какие кубики. Да, но они миленькие, миленькие. Новые светящиеся октапуси. Тоже красиво вылезут. Октапуси в подводных каньонах выглядят очень прикольно. Новая текстура и рут мне тоже понравились. Они выглядят свежо. Нет, ты не погибнешь смертью, храбрых. А ну иди сюда. Пошел вон. Я даже умудрился выбить трезубец. Сначала я не понял, что это за шары такие. Может там Патрик живет, его спанчбоб ищет. Оказалось, там аметистовые кристаллы. Находятся они очень. А зачем нужны вообще аметистовые кристаллы? Для чего? В океане и эти места достаточно опасные. Там можно помереть. Где-то заплакал разработчик Аптифайна. Не знаю, почему мне это больше напоминает большую сигару. Не знаю, может я что-то путаю, но раньше таких структур у разбойников я не наблюдал. Где находится аванпост. На 90-й день я решил построить землянку, рядом с которой будет все необходимое, а внутри будет самая настоящая мини-пещера. С новыми блоками. Блин, ну выглядит прикольно, выглядит круто. Блин, эээ, строят классно. С внешней стороны землянка закончена и территория прилегающая к ней тоже. Нужно было теперь добыть все необходимые новые ресурсы, блоки, лавы и все прочее. Единственное, что мне не удалось... У меня сейчас многие напишут, строит он так себе, есть кто-то получше. Да, есть те, кто получше, логично, нет предела идеала. Но я говорю просто, что в общем он строит классно. Все. Потому что я не понимаю, люди хейтят все, что могут. Это мох. По крайней мере, я нашел сталактиты и сталагмиты. Это очень круто. Я даже успел найти светящиеся ягоды, но не нашел азалию. Это прям какие-то мини-пещерные биомы. Я уже был на финиш, на прямой. И последнее, что мне осталось, это сделать мини-пещеру в моей землянке. День сотый. Это прекрасное завершение дня. И ощущение того факта, что я успел сделать практически все. О, кстати, даже кромотвод успел поставить. Итак, что же все-таки получилось внутри? О, это миленько. Очень красиво выглядит. Это, конечно, небольшая пещера, но простите меня. Какое обновление такие пещеры? Это первая часть пещерного обновления. Я считаю, что выживание и успеть построить это все за 15 дней, добыть все ресурсы. А можно... А, у него, наверное, шелковое касание с народом. Это достойно уважения. Лишь за один этот ролик мы прожили не просто 100 игровых дней, а всю многолетнюю историю развития Майнкрафта. Это круто. Поэтому, если тебе понравился этот ролик, обязательно поставь лайк и подпишись. Ссылка на мир в описании. Блин, ну это действительно очень прикольно. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Тоже есть там оригинал. И на мой стримский канал в описании есть. Вот, подписывайтесь. Че не подписаны еще? Лайк, коммент, подписка. Все вы знаете, что надо делать. И че? Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok